Доброго денёчка или вечерочка, да и просто хорошего настроения. С вами как всегда Zipa, сегодня у нас на канале геймплей игры под названием Anima The Regan of Darkness. Anima это ролевая игра с элементами экшена. После большого успеха на мобильных устройствах, а эта игра была сначала на мобильных устройствах, Anima наконец-таки добралась и до ПК с новой графикой и с новым игровым процессом. Нам предстоит пройти однопользовательскую кампанию с потенциально бесконечными игровыми сложностями. Нужно спуститься в бездну, исследовать, убивать зверей, тёмных демонов, рыцарей и других демонических существ, которые населяют более 100 уровней, то есть достаточно глубокий бездонный мир, да? Исследовать различные темы сценария, ну и так далее, то есть сюжетная линия здесь не обделена. Пять различных специализаций, создание уникальных комбо и система мультиклассов также здесь присутствует, поэтому предлагаю вам сейчас посмотреть на геймплей и посмотреть в ближайшие 20-30 минут, что из себя представляет эта игра Anima. Погнали! Итак, специализации, вот они, бой. Это мастерство, основанное на использовании сильных физических способностей для убийства врагов в тяжёлых доспехах. 20% брони, 20% магического сопротивления, 10% здоровья и регенерации жизни. Колдовство, это мастерство позволяет использовать магию, те, кто выбирает его, могут использовать мощные заклинания, чтобы уничтожить врагов и защищать себя. 5% магическому урону, плюс 30 мани, плюс здесь восстановление маны. Окей. Стрельба из лука. Этот навык основан на использовании дальних атак с высокой точностью атаки и быстрыми движениями, чтобы подавить врагов. 10% к физическому ущербу, 5%... 5, просто 5 единиц к скорости атаки и уклонению, и 10% к скорости. Некромантии. Это мастерство доминирует над силой смерти, чтобы вызвать динамономических существ и накладывать заклинание крови. Окей. Святость, это мастерство позволяет использовать священные силы для защиты союзников и сжигания врагов. 10% брони, магического сопротивления, маны и 20% к здоровью. Я, наверное, буду банален. Возьму либо стрельбу из лука, либо бой. Наверное, стрельбу из лука. Последнее время что-то мне дальнебойные персонажи больше нравятся. Классы и прочее. Поэтому погнали. Мы никогда не слушали, что сказали, о том, что динамы сказали. О том, что вовремя, которое проживает в душах самых больших миссий. Добавляя их в... Демоны. Добавляя их вовремя, когда герои взяли вместе, чтобы найти кто-то не мог resistить на call of power. Но теперь мы здесь. Добавляя их вовремя. 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 Я не могу обмануться на них больше. Продолжение следует... 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 Все. Добавил и все. И до свидания. Это, конечно, минус. Это минус. Игра, я напомню, что не находится в раннем доступе. То есть, это полноценная игра, которая вышла в официальный релиз. Да, она некогда была на мобильных устройствах. Я не знаю, как она выглядела там на этих мобильных устройствах. Может быть, даже круто. А может быть, даже не круто. Вот какой-то другой монстр, помимо зомби. А можно ли зажать shift? Да, отлично. Зажав shift, я могу стрелять, куда направляю мышь. Что-то не переведено. Я смотрю, что названия мобов не переведены. Я только что уклонился. Тоже было не переведено. Но, на самом деле, если основа игры переведена, то есть, ну, сюжет, чтобы понять вообще, что происходит, то это прекрасно. Сила. Сила. Вот, видите, здесь написано сила. Тут прочность. Что это за бред, я не понимаю. Ладно, надеваем пока то, что есть. Ну, так же, все, неизведанные предметы, ограниченный, достаточно сильно ограниченный инвентарь. Каждый предмет занимает одну ячейку. Бабулеты тоже копятся. Бабулеты тоже копятся. Все вот это вот копится потихонечку. Опыт даже примерно так же восстанавливается. О, камешки изумруды. Помните, такие были камни в том же самом Диабло, который можно вставлять в предмет и получать дополнительные какие-то плюсы к урону или вот на данном этапе к параметрам. Карта странно, что открыта, да, полностью, но это возможно только на первом этапе, потому что это совсем, совсем начало. Капитан Арвид. Добро пожаловать к нам, воин. Должно быть тебе было трудно осуществить такое долгое путешествие в одиночку. Меня зовут Арвид, капитан дворцовой охраны Ордена. Все началось около ста лет назад, когда сильный дремор внезапно сотряс наш сон. Чтобы та... Чтобы та не... Чтобы та не была... Мы упорно игнорировали, и наша ошибка стала непростительной. Из глубины подвалов подоносились довольно зловещие звуки. И так наш генерал решил возглавить группу солдат, чтобы проверить, что там происходит. Но экспедиция превратилась в боню. Никто не вернулся, кроме молодого человека, которому удалось избежать ярости того, что он назвал демонами. Пожалуйста, узнайте, что случилось с нашими братьями. Потерянные солдаты. Найдите генерала и его людей заключенных. Короче, перевод такой себе, чтобы та не была. Это, конечно, было вообще эпично переведено, но что поделать. То есть, и мы рады. Так, камеру приблизить нельзя. Я смотрю, здесь есть сундучок. Очень даже, да, на что-то напоминает, намекает кузнец, которому можно отремонтироваться. Я понял. Продавец, у которого можно купить что-то. Но мы бичи, поэтому... Будем лазить в говне всяком одетыми. Это пытать удачу. Пытать удачу. Будем пытать ее, сволочи. А тут уже испытывать удачу. Ну ладно. Это типа аукциона какого-то. Черный рынок. Огромный сундучок. Общий потребляемый. Да, классный перевод. Он содержит невероятные призы. Я понял. Тут еще есть вторая валюта. Вот она. Как она называется, я, к сожалению, не знаю. Ничего не показывает, когда наложу мышку. Но, тем не менее, ее можно насобирать. И тут, я смотрю, есть огромное количество по сбору их. То есть, 300 тысяч их можно насобирать, этих непонятных коинов. Или что это такое. Вот 1 миллион требуется и что-то получить. Уникальный. Плюс 15 уклонения, плюс 10 до шипы. Перевод, конечно, огонь. Интересно, у кого я могу... Ага, вот, определить. Определить все. Понятно. Вероятность замерзать врага в течение двух сек. Плюс 1 к восстановлению маны. Наденем. Это продадим. Тут сила требуется. О, не-не-не-не, пока не буду. Но щит я вряд ли буду таскать, да? Что у нас есть? Из доспехов есть. Везде, короче, сила требуется, да? Нет такого, чтобы была какая-то специальная одежа для ловкача. То есть, тут, получается, нужно будет и то, и другое качать. Зачем это сделано? Ни хрена непонятно. Вот здесь ловкость. 19. Видите, написано ловкость. Скорость атаки. 40. 27 урон. 25 урон. Короче, шила на мыло не стоит менять, я так понимаю. Да и денег-то у меня особо и нет. Поэтому погнали. камень, портальный камень, все очень похоже и очень-очень-очень сильно похоже, напоминает. Вы сами знаете, что опять-таки я буду каждый раз походу сравнивать это. Это что у нас? Бросайте вызов и побеждайте орды ужасных демонов и получайте награды, которые боги дают самим доблестным. Чем сложнее вызов, тем выше награды. Понятно. Ну, короче, есть дополнительные какие-то уровни. Типа, мастер уровень, бронза, серебро, золото, платина. За него дают 20 тысяч, где-то 200-500 миллион. Ну и, соответственно, уровень монстров там будет. Будь здоров. А уровень, говорит, от 1 до 4. А уровень монстров 39.96. Это, как понимать. Да, значит, они там напихают без вазелина, и ты пойдешь не очень довольный обратно. Я так понимаю. Яркос. Когда начался террор... Террор уже. Я был в дворцовых садах, где росли редкие красные цветы лотоса. С их помощью я могу создавать восстанавливающее магическое зелье и быстро лечить раны. К сожалению, мне пришлось бежать, и у меня не было времени, чтобы собрать достаточно цветов. Если ты принесешь мне их немного, я могу исцелить раненых и дать тебе одно из этих зельев в качестве благодарности. Одно? Жадина. Вот, смотрите. Сейчас диктор сказал что-то на английском. Обращаешься к неписям, они, по-моему, говорят на итальянском, что ли, или испанском. Поправьте меня, если я не прав. Ух ты, какие они шустрые. Так, по мне первый раз попали. Ну, тут как-то автомат можно их расстреливать с разной... Крышка добавлена, понятно? Это не шлем, это крышка. И это крышка. Ой, ребят. Да, до перевода, конечно, еще далеко. Кстати, игра доступна в Стиме, и отзывы, я вам скажу, достаточно неплохие. Хотя их не так уж и много, потому что игра вышла буквально 3 или 4 дня назад. На данный момент запись производится 6 июня. Бочки не рушатся, да? Ладно. И, ну, над переводом надо еще разработчикам работать и много работать. Потому что переведя вот так вот абсолютно... Не думавши об последствиях, да? То есть, скорее всего, ру комьюнити будет ругаться. Я не исключение. Потому что можно было хотя бы отредактировать текст, который вы, блин, туда в гугл-переводчик этот засовывали. Или уж вовсе не выпускать этот русский язык. Я думаю, сильно бы от ру комьюнити они бы не потеряли. Потому что эта игра действительно рассчитана на олдскульных игроков, которым нравятся подобные игры. Вид сверху. Полуизометрия. Но здесь не изометрия, конечно же. Здесь 3D графика. Кто-то такие импы. То есть, у нас тут и зомби, и импы. Ну, это, конечно, странно немножко. Хотя, в том же самом Диабло, там кого только можно было не встретить. Ну, и зомби, и всевозможные твари ползущие. Слушай, он тут лежал, чилил, а я тут взял, вмешался. Тоже хп-шки падают, как в Диабло третьем. В восстанавливающих зелья, вернее. Чуть-чуть не докачался, я думал, что уже получил опыт. Вот они, хп-шки, видите, выпадают и хилят нас. В Диабло втором, конечно же, было иначе все сделано. Там они такие не выпадали быстрые хелсы. Там выпадали, естественно, банки, которые нужно было глотать просто литрами. Мы получили уровень. Я не могу понять, где, например, наше умение. Всевозможные умения. Интеллект плюс три, прочность плюс три дает жизнеспособность. Хрен с ним, вставим вообще что-нибудь. Прочность и жизнеспособность будут улучшать. Все равно эти камни я скирдовать не собираюсь, и поэтому они нафиг мне не нужны. Журнал. Есть также в игре присутствует журнал, где можно посмотреть задания. Какие-то достижения есть. Астралия. Вот как раз-таки по ходу и урой. Ага. Сотый уровень нужен для вот этого вот дерева. Типа мастер, что ли, мастер уровень, или как-то так. Вот у нас два очка есть. Стреляйте усиленной стрелой, которая поражает одного врага. Увыркаться. Сделайте сальто и увеличьте скорость перережения за короткий промежуток времени. Понимаю. Стреляйте стрелой. Это-то ману не ест, да, ману? Окей. Давайте откроем. Нет. Как отменить? Почему? Да почему так-то? Сразу два очка. Я не хочу два очка тратить. Ну зачем так сделано? Это, конечно, прикол вообще. Вот тут мультиклассовость также приветствуется, поэтому можно что-то совмещать, например, как в игре Titan Quest. То есть сделать основной класс, ну и, соответственно, совмещать уже с другими видами классов. Это прикольно, но насколько это эффективно, тоже еще неизвестно. Ну, взяли мощную стрелу, зачем-то прокачал ее на два случайно абсолютно, как будто бы мискликнул. Ну, мана тратится, а там написано, что ничего не тратится. Значит, надо, знаете, что сделать? Надо сделать обычный выстрел на правую... Вот это сюда поставить, на правую кнопку, и обычный выстрел на левую кнопку. Мана очень быстро восстанавливается, но это, конечно же, обман. Она и так же очень быстро тратится. А, понял. Основная стрела, с помощью которой я стреляю, она восстанавливает манну. И довольно на большой процент, я вам скажу. Ну, тут какой-то огромный зомби ходит, просто нереальных размеров. 50 на руку. Что это значит? Так, поищите красные цветы. Красных цветов я пока не нашел. А где, он говорит, в садах и дворцах отдать ей халхимику? Ну, я не знаю, не знаю, дружок. Как-то их скрафчивать можно, менять, складывать нельзя. Но, по крайней мере, пока нельзя. Я думаю, что какой-нибудь есть и непись, который сможет их превратить в более мощные камни. Нечто было подобное сделано уже давным-давно. То есть, здесь в игре, по сути, ничего нового нету. Абсолютно ничего. Можно это сразу было с первых минут посмотреть и увидеть. Знаете, когда вышла Diablo, вторая, именно вторая часть, после этого начали появляться такие, так называемые игры, как Diablo Killer, они назывались. Это, типа, была похожая игра по сеттингу и направлению нечто похожее на Diablo, но не являлась Diablo. И, конечно же, самый яркий, на мой взгляд, который я хорошенько запомнил, и который прошел несколько раз, это, конечно же, Titan Quest, который до сих пор, кстати, поддерживается. На него вот не так давно, по-моему, в прошлом или позапрошлом году выходил DLC, а игра уже достаточно старая, там, лет 15, наверное, уже. Еще был один Diablo Killer, назывался Sacred, по-моему. Вот и растение, кстати. Все, подбирать мне уже некуда. Городской портал есть. Давайте воспользуемся, посмотрим, что там. Ага, просто вот так вот щелкать, все, и я появился. О, чудо! Большое спасибо. Цветы, вот он мне дал хилку. Хилка бесконечная, да, я так понимаю? Просто с откатом. Давайте попробуем распознать всякое дерьмо. Лук себе сразу помощнее установим. Установим плохо, то, что сравнения нету. Не вылазит окошко сравнения, на кнопку его тоже нету. Это, конечно, не очень. Камни не дают разные фишки в броню, или в щиты, или в шлемы. Поэтому очень странно это сделано. Зачем так? Почему так? Хрен его знает. Как будто бы не доделано. Даже музыкальное сопровождение сейчас очень похоже на Diablo. Я, наверное, не устану проводить аналогии, потому что это действительно, блин, так. Слышите музыка, как играет? Транг pickles. Транг positivo. Есть музыкальный hörenк. Хрен с мальом. Нам можно готовить аналогии. В else chlor cared? Опять о том, что нет. Опять лиценку. Опять лиценку. Опять лиценку. На самом деле я думал, что здесь будет что показать, но на самом деле здесь нет ничего, что можно было бы показать. Ничего нового, модного нововведения никаких, ничего. Просто обычный клон, обычного Диабла с какими-то элементами и внешним оформлением другой игры. Развитие персонажа выглядит банально просто. Стрельба из лука или, проще говоря, развитие классов и ветки классов выглядит так же просто, как и было 20 лет назад. Вот это непонятно что. Астралиум, это я думаю, что это дополнительное какое-то развитие персонажа после того, как ты уже прошел игру раз 200-300 тысяч и тоже какие-то дополнительные нужные очки. Неизвестно, как они добываются. На раннем этапе вряд ли будет понятно, как делается. Обычный журнал квестов, много генерируемых уровней, бесконечно можно, я так понимаю, здесь ходить, убивать, торговать и качаться. Поэтому смысла особого я не вижу продолжать данный геймплей. По версии 1.0 пока что это все, что есть. Игра официально выпущена в релиз и ее можно приобрести на разных платформах, например, в Steam. В Steam неплохие отзывы, в основном положительные, но, конечно же, их там еще очень и очень мало. Насколько я знаю, их было на сей момент около 60. Поэтому, посмотрите. Игра требует еще доработки, я считаю так. По крайней мере, вы можете со мной не согласиться. Если не согласны, напишите обязательно об этом в комментариях. Если согласны, также напишите в комментариях. Но, что касается, например, перевода локализации, то бишь, она определенно здесь нужна. Я так понимаю, что разработчик не воспользовался ничьими услугами локализации, а решили самостоятельно решить этот вопрос и выпустить вот такой вот отвратительный перевод, который частично не переведен, частично переведен неправильно. Но, в целом, в целом понять, что происходит, это, наверное, можно. Что ж, дорогие мои друзья, если это видео показалось и оказалось вам полезным, напишите об этом в комментариях. Не забудьте поставить, пожалуйста, лайк, это поможет продвинуть мой контент на ютюбе. Ну и, конечно же, если вы все еще не подписаны, подписывайтесь на канал, буду очень рад новым подпискам. Берегите себя, всем удачи, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok